Ну что, дорогие друзья, самое время нам начинать. Вот-вот стартанет третья игра у нас, скажем так, второй игровой день на турнире, ну, скажем так, на лиге Unique Professional League, как мы ее сами назвали, или сокращенно UPL. У нас в комментаторской будке произошло небольшое изменение. Женя пошел отдыхать, ну, а ко мне присоединяется Святослав Дрейнис. Святик, привет тебе. Привет, Руслан. Бонжур, мужчины. Дела нормально, прямиком с дивана. Как главный галактический эксперт Миромара постараюсь дать вам качественную аналитику происходящего, что местами бывает сложно, потому что градус повышается на пустыне, как мы знаем. Это точно. Особенно еще повышается концентрация выживаемости по сравнению с рангелем. То есть, ну, вообще, вот, Свят, не знаю, видел ли ты первые две игры, ну, не знаю, смотрел ли ты, в принципе, первый наш игровой день. Тут ребятки потеют так. Я думаю, если бы ты принимал участие как игрок, ты бы, наверное, явно это оценил. Все стараются развернуть любую ситуацию по максимуму. Вот потеют, стараются там вот ноки, смоки, вот это вот все делают абсолютно грамотно. И у нас тут, на самом деле, местами такой кавардак начинается на последних кругах, когда файтится просто вся белая зона. Поэтому, ну, я надеюсь, тебе понравится следить за Миромаром. Свет, как тебе пролеточка? Какие мысли? Рассказывай. Да, пролеточка более-менее дефолтная, на самом деле. Здесь ничего особо выделить нельзя. Единственное, что, насколько я знаю, Галута — это северо-восточная часть карты. Наверное, не просто им будет туда добраться. А так, в принципе, ничего удивительного. Бывали самолеты и более чудесные, скажем так. А так, что сказать, разлетаются команды по своим спотам. Не думаю, что здесь какие-то особо интересные ситуации будут происходить в начале. Ну, посмотрим. Да, то есть, опять же, в принципе, каждая команда имеет, скажем так, время спокойно долететь до своего спота. А вот круг, который появляется вот прямо-прямо сейчас, опять отправляет мою челюсть куда-то вниз. Невероятный просто хардшифт со старта. 55% суши. Ну, ладно, окей, там побольше. 60, наверное, процентов, даже 65. 35% воды. Team Unique фактически в центре всей этой движухи. Также мы видим в Лос-Леоносе две команды. Это М19. Также здесь у нас лутаются Киткаты. Ну, и Нави. Ну, в принципе, вот четыре команды, которые с хорошими таймингами, по идее, должны занимать какую-то хорошую позицию. Вот, Свят, как ты думаешь, какой вот самый идеальный тайминг, вот когда ты в зоне, когда ты близко к центру? Вот сколько, вот, ну, вот опять же, из твоего опыта, сколько вот в среднем нужно лутать минут, да, и вот выезжать? Как вот у тебя было? Ну, конечно, в зависимости от зоны. Если находишься в зоне, очевидно, что можно паутаться чуть больше, кстати, у нас Кипи тут езжает, то ли от гранаты, то ли от машины, признаться, пропустил этот момент. А Золтерцева просто расстрелял. Тут Кипи, я так понимаю, проезжал и принял решение впилиться в столб. Может, пофайтиться хотел, но в любом случае Кипи уже в лобби. Бывает. Ну, а так, на самом деле, если ротироваться никогда не надо, можно и три минуты полутать, а так в пределах, наверное, двух. Вообще, Мирамар достаточно нестабильная карта в плане лута бывает, находишься сразу, бывает, очень долго приходится искать арморы, шлемы, поэтому бывает по-разному. Ну, я думаю, что Нави, Яники и команды в Лос-Леонусе в полном комфорте находятся. Они могут здесь хоть полпланеты облутать в этом круге, и ничего страшного не произойдет. На самом деле, с таким кругом я вот смотрю, и я уже, знаешь, где-то мысленно заглядываю вперед. Я пытаюсь представить, какая будет ротация сейчас. У нас, в принципе, вот сверху от белого круга Тиробронка или Захар Круздеревали, даже Хосьена, там абсолютно никого нет. То есть, буквально одна четвертая карта, да, одна четвертая игровой зона, просто она свободна. Там просто никого. Все ребята слева просто отдыхают. Ну, и будем смотреть, там, на Торнадо и на Джебаттл, на Эльпоза. АВГ, кстати говоря, упали на Лакабрерию частенько. Ну, АВГ вообще любят прыгать. То есть, у них бывает, что если самолет правый, они могут прыгнуть Кампо, полутать Тирбронку. Но если самолет левый на старте, то, или наоборот, влево куда-то летит, то они как раз-таки забирают Лакабрерию. Ну, посмотрим. Пока что в центре карты у нас интересная ситуация. Там два игрока команды Альпачинки. Вот Дримфую как раз-таки нокает Эдельвейса. И тут еще и каким-то чудом оказался Оранж из команды Торнадо и Нарджи Шторм. И Оранж Эдельвейса-то подъел. Дримфую его нокнул, но килл достался. Я так понимаю, Эдельвейс либо начинал раннюю ротацию, либо просто пытался по какому-то лутному маршруту пройтись, и достаточно жестковато его поймали на самом-то деле. Вообще, я отмечу, что на таком раннем тайминге в одном компаунде находятся и Оранж, и Экс Магистр. Любопытно, на самом деле, очень. Да, вот интересно посмотреть, как они оказались. Да, вот игроки трех команд, да, вот в этих вот, не знаю, кто как их называет, ну, двухэтажках они раньше в самом городе находились. Но вот сейчас вот отнесли их. Ну, как сейчас, их давно уже, в принципе, вынесли. И Оранж тут интересное действие предпринимает. Он поднял двухколесный мотоцикл, пытается забайтить магистра. Но Оранж, скорее всего, догадывается, что, скорее всего, с этой позицией мы так просто не уйти. Лучше посидеть, дождаться, может быть, какой-то ошибки. Ну, и вот такой интересный сплит лута у команды Эль Пачинки. То есть, если посмотреть, они далеко друг от друга находятся, но рядом с ними тоже никого нет. Поэтому полезный... Какое-то стояние на реке Угля, на самом деле, потому что никому не выгодно нахождение в этих зданиях. Здесь и лута нет, и транспорта нет. Ну, то есть, что Оранж, что Экс-магистр, в такой неприятной ситуации находится. Максизор, кстати, у нас падает где-то, я так понимаю. Интересно, где. Чуть левее на Кабрерии. Нет, чуть левее на Кабрерии. Он тут на двухколеске пролетал. И неудачное приземление, судя по всему. Но должны его уже ехать спасать. Хотя я вижу, что... Вот Азверин, по-моему, да, бежит. На самом деле, она поспешит, потому что Максизор недалеко уже половина здоровья. А тиммейты достаточно далековато находятся. В любом случае, это потеря тайминга. Особенно, учитывая условия данного круга, вообще ни к чему. Ну, бывает всякое. Мне вообще кажется, что АВГ... Вот они, знаешь, мне кажется, как крутанут. Вот зная, как они играют левый круг, когда они находятся справа, они сейчас просто через Тори Ахумада, через Круздальвали крутанут. Да, вполне вероятно. Но есть подозрение, что здесь могут быть ротации по периферийным дорогам. Это не новость, не сюрприз для Миромара. Многие так делают. И самое неприятное, когда вот на позднем тайминге делаешь такую ротацию, встречаешь еще кого-то. Я жду, но... Надеюсь, что все-таки такого не будет. Спасает у нас Азверин Максизора. Я по мини-карте смотрю, у нас уже пошли лютые ротации снизу. Едут спириты. Жан едет. Также команда Вейвиктис. Ну и будут они как-то через нижнюю часть, через вот эти скалы заезжать. Что стоит отметить, что X-Magistar и Orange по-прежнему не выяснили, кто из них тут сильнее. То есть они как сидели, так и сидят. Но там бой мне выгодно, очень не выгодно. Так что здесь в итоге, я думаю, дойдет до какой-то перестрелки. Но на самом деле это прям неприятная ситуация. Патовая, я бы сказал. Вообще странно, да? То есть смотри, вот чуть правее X-Magistar по карте, да, где-то в метрах 300-400 находится Dream4U. И он бы давным-давно бы стянулся бы к Магистру и попытались бы разыграть. Два против одного. Лучше, ну, наверное... Может, лута не было, наверное, всякое бывает. Ну да. Кстати, на дороге у нас какая-то разборка произошла по пути к Пикадо. Ну, бывает, там подловили, я так понимаю. Торнадо Energy Storm, да, игроков команды Falcon. Ну, вот, ну, скажем так, а какой еще может быть геймплей, когда зона хардшифтится, ну, вот, неважно, вниз, вверх, вправо, и большая часть игроков была, ну, вообще далеко от круга. Ну, не знаю, это хоть, конечно, это и Мирамар. Тут не так часто мы видим какие-то вот такие прям лютые замеса, что кто-то погибает на ротации. То, что разбивается, да, это как бы по факту. Но то, что именно вот прям погибает, не часто мы такое видим. Ну, видим, вот если сейчас посмотреть, в данный момент снизу... Да, как раз таки много очень команд, о чем мы говорили, эти ротации по периферийным дорогам. Кстати, Максезор опять умирает, опять на мотоцикле, как я понимаю, да. Ну, видимо, до конца понял градус карты, так сказать, повысил его самостоятельно. И здесь ты уже его не спасти, это минус Максезор для авангард. Приятного здесь мало. Смотри, оник отчаянно пытается приехать. Ну, он не успеет никак. Ну, он просто за мотоциклом, скорее всего, едет, понимает. Ну, полутается. Вот если так подумать, да что может быть хуже, да? У вас вы, в принципе, прыгнули с комфортом, да? Вы хорошо, спокойно лутаетесь. У меня тут только что кто-то возит трупом Максезора стрелял, там X-10 взорвался. Что происходит вообще, я не понимаю. Ну, опять-таки перестрелки на дороге, на ротациях. Самое неприятное, что может быть на этой карте, но ничего не поделать. Люди у нас за зоной стреляют с леват или поза. Приятного, конечно, мало в данной ситуации. Ну, и стоит отметить, что на самом деле ценность-то уже подзабит. Не так, конечно, жестко, как мы обычно видим это на европейских играх. Но, тем не менее, здесь уже Na'Vi, при этом, я так понимаю, какой-то сплит у них. Батулины еще до сих пор мы пали. Быть может, что-то как раз по лутуне так пошло, М19 подтягивается. Кит-кат, как я погляжу. И сейчас будет еще, вероятно, Team Spirit заезжать с юга. Очень интересная ситуация складывается. Да, правильно отметил. Хорошая позиция. Вот если Na'Vi, скажем так, ну, не то чтобы прям со сверх-какими-то крутыми таймингами, но заняли, тем не менее, хорошую позицию, то вот смотри, Unique, Sport Paraisons далеко не ушли. То есть, ну, скорее всего, это такой традиционный плейстайл. То есть, если зона правая, ну, они просто вот поднялись там на горки, на круги, как я их называю, на бочке там или кому как, и просто спокойно там будут отсиживаться, собирать какую-то информацию. Ну, а к центру, на самом деле, все больше команд как-то вот, ну, чуть ближе к центру пытаются заехать. Там, кстати, сейчас спириты в нижней части круга, возможно, встретятся с севенами. Ну, встретиться это точно, но вопрос, будет ли Грег сейчас настреливается. Он на мотоцикле мог бы остановиться, но он тормозит возле компаунда и, скажем так, просто провожает Смодейку, который едет куда-то дальше. Интересно, куда спириты поедут. А, все, вижу. Они вот этой ямки возле дороги, правда, не возле самого перекрестка, а чуть глубже. Ну, такое. Вроде неплохо, пока что. Ну, а на самом деле, как-то свободно вырезать круг, особое пересечение команд нет. Вероятно, думаете, мне с таким количеством воды в круге уйдет он, наверное, направо. Надеюсь, что на самом деле на боковой остров, где аэрдроп лежит, наверное, вряд ли. В финале было бы классно, да, для зрителя, да, было бы замечательно. Это было бы в духе, да, в PUBG. Но... Так или иначе, думаю, что будет горная местность, справа от Лос-Леонуса разыгрываться. Там уже будет очень интересно. Да, пока что у нас по-прежнему файты где-то в Рейнилус, у этого Эльбоза. Там поднимаются сейчас игроки команды Кроу Краут. Далеко едет Киева, Енотик. То есть, вроде как уже все заехали, но при этом всем я вижу то, что вот азверина не пустили сейчас батлы по дороге. Ехал там на... на чем у него там? То ли мотоцикл был, то ли тачка какая-то. В общем, не пустили его в зону, заставили его тут немножко поплавать. Поплавать, да. А, ну и круг. Ну, вода есть, ее поменьше, конечно, чем обычно мы с вами видим. Но при этом центр сейчас... Ну, такой относительно центр. Вот, ну, все-таки, если держа мысль в голове о том, что зона будет от воды уходить, у нави сейчас позиция у нави, м19, и у фарзов позиция очень хорошая. Шанс того, что... Да, но обрати внимание, что центр более смещенный к западной части круга занят, а справа никого нет, как ни странно. Это как раз-таки вариант для ротации. Очень хороший, потому что сейчас много народ будет заезжать с запада, но при этом на восточную часть добраться не так-то просто. До сих пор там никого нет, и никто даже не пытается туда зайти, но, быть может, не имеет это смысла. Боятся, что... Боятся команды, что рука уйдет от воды, но, тем не менее, видимо, Мэл он как раз-таки продвигается. Вот, свободная часть зоны, и это очень хорошее решение, как ни странно. Я тут смотрю, как Слойер провожает глазами ротацию команды Торнадо и Неджер Шторм, а вот Юники закусились с спиритами, и подключается, сейчас еще есть компаунда команда Киткат, спирит могут сейчас пострадать, и я так понимаю, что они затриггерились на airdrop, который падает. И тут сейчас... Да, приятного мало, и Ник, честно говоря, достаточно нагло так заходит на этот airdrop, не боясь никого. Вероятно, какой-то файл для него мы увидим. Ну, вот Тим Спирит здесь, в Тим Спирит ограниченное... Да, это ограниченное пространство, потому что да, ограниченное пространство, потому что, да, ограниченное пространство, потому что, как раз таки, компаундук сначалаls Осень и контролирует. Константин и спокойненько, я понял, бирая на airdrop, что в нем было, что же у него было? Что же у него было? полутал и аэрдропчики убежал но не стал рисковать он про забрал т3 как я понял и действительно не имеет смысла на данном этапе игры когда 16 команд живы до ними никого смысла терять рисковать игроков рисковать радио аэрдропа принципе грамотное решение фулл сейф говорится да миромар еще вот за счет своей местности я не удивлюсь если у нас будут там последние зоны в живых будет там 45 там человека может быть и того больше то есть миромар он как бы вот еще вспоминающие такое старое интервью батулина вот он говорил то что в этом вот миромар чуть более приспособен для киберспорт да то есть но тут за счет места с ним можно как-то отыгрывается но не знаю когда на последних кругах там остается буквально ну такие вот метры пространства и там на вот этих метрах сидят там по 20 человек это конечно жестко такое наблюдать есть еще скажем так проблемные моменты с карты связаны во первых с ротациями потому что на какой-нибудь муха ночи это не устали повторять проехать по горам невозможно в принципе как и на пикате пикаты простите эти машина значит нужен баб потому что ротации на миромаре это большая большая проблема и как-то здесь развернуться плане ротации плане стратегии ротации очень тяжело и есть просто говоря открытые зоны open field как например слева от нави да то здесь на финальном круге очень тяжело как найти себе укрытие и таких зон на миромаре на самом деле много люди любят говорить что здесь много разных укрытий холмов горных местностей так далее но по факту вот эти open field они очень часто приводят к абсурдным разыгровкам стоит это признать но тем не менее карта имеем что имеем если конечно здесь плюсы холмистая местность есть почти везде где укрыться кроме вот эти как раз таки open field но так или иначе играет люди играют комфортом тизерин там у нас нокает экзампла это такие перестрелки между компаундами хотят тизерин так в наглую к будочке подошел к дороге соло он тут работает попытался или плеер еще наказать на перебежки чтобы поднять экзампла но к сожалению тизерин вряд ли будет довольствоваться киллами там тем временем садовник она закрывает последнего игрока команды falcon и sports вот falcon как раз таки яркий пример ребят которых там ну отчасти сгубила ротация они вроде как лутает пикада фактически ну почти центр карты но при этом они погибли самыми первыми хотя в принципе могли спокойно в такую скажем так зону въехать но что-то пошло не так где-то не туда поехали где-то неверную дорогу выбрали как бы уже в лобе отдыхает вузе там от зоны нокнулся бывает это правда но они насколько я знаю ехали из альпоза далеко за кругом и альф альф как раз так добивает вузе не знаешь только делать по ситуации явно очень плохая потому что починки с комфортом здесь закрывает их сверху их на очень жадный до альф еще сейчас предусмотрительно колеса отстреливает у скрепта же парики дофин туфин даже не хилиться может у него нету а так у него посмотри свят него как бы три гранаты да об этом я я знаю что будет потому что они ехали сильно за кругом завали когда сошелся они были были поза поэтому нет ничего удивительного что в принципе игра заканчивается таким образом это 16 команда вот и гг заканчивается скрепт хорошее попадание по голове от x магистра и это получается 15 место команды crow crowd зона новая у нас кстати прыгнула в центре зоны сейчас скорее всего будет команда форза кисик уже поехал скаутить в принципе спириты хорошо сидят любопытно что зона в центре очень свободно извини перебью руслан то есть как на весь сидят компании вот так сейчас перед и спустя наверное минуту после появления зоны приезжает этот компаунд центре довольно достаточно ультимативный и принципе никто кроме них прям так основательно к центру не стремится удивительно на самом деле но быть может нет смысла просто рисковать на виток например точно но центр относительно свободен все-таки видим и тенденцию игры от края так или иначе номера мари от снг команд до многих может ожидая то что все таки на 4 у нас вода как бы почти полностью как бы пропадает может на вещи и рассчитывать на то что вот тот участок который правее баттлов вот эта водичка она еще упадет и тогда в принципе самым самым центром будет компаунд и спиритов и нави потому что ну что первое что вторые сидят ну очень хорошо и вообще если так посмотреть да вроде 48 в живых но при этом вот в относительной близости сейчас вот только вега это верхняя часть круга сайт посмотри там x huge potential ныне команда тим посейдон и века сквадрон и тут как бы у команды посидан получше позиция не больше про втором и я роли могут подключиться третьей стороной здесь подгрызть кого-либо да очень правильной стратегии на самом деле ну и да здесь на самом деле видим что на круге круга на севере ситуация не самая простая интересно что будет происходить вероятно только файтом здесь этим посидом придется веге убивать ну и тем временем на западе просто не пускает починок зону здесь оказались они между м19 и киткат все верно и зайти в зону будет не так просто но сейчас очень много зависит от dream for you как вот он сейчас постреляется постреляется он нехорошо потому что он уже красный 21 хп у него осталось альф там я видел его красивый полет с горы вот но ничего страшно я просто не знаю как как здесь или починком проходить потому что если не пойду направо их встречает один кем-то пойдет на левых встречает м19 да соответственно вы разве что подниматься на эту гору это тоже во первых можно ли это сделать во вторых смогут ли они такую же очень тяжелая ситуация как раз таки 2 ким павел закрывает и будет очень непросто да при том что шанс того что они будут в зоне ну скажем так явно не такой высокий хотя к я когда всегда так говорю вот всегда зона примут прыгает про ту команду про который я говорю поэтому не удивлюсь если сейчас от починки будут еще в зоне внутри фу и кстати показывает нам чудеса скалолазания забирается он наверх зона прыгает направо и вот в принципе у спирита сейчас самая наверное одна из самых лучших позиций нави будут закрывать свою часть то есть вот интересно смотри киткаты прыгают в свои тачки из компаунда вот интересно посмотреть на их ротацию через сэвенов и через unique без потерь но не знаю я не думаю что будет долгая ротация скорее всего поют они открытые ощущения между буткой до будки просто подъезжают на самом деле но мы но прекрасно понимаешь что здесь теперь находится четыре человека правда команда сэвен здесь трое не уверены что они настреливать пытается для гранаты но не думаю что это имеет смысл он так расстояние раз таки жанта пытался одну откинуть она там явно далеко ну скажем так она вообще там не долетала ни при каком раскладе и посмотри сами киткаты начинают тоже немножко вольничать посмотри на сайланд за который я так понимаю просто прилег во первых похилиться по нему пока никто не стреляет и он возможно как-то попытается дать угла под сэвенов сэвен это правильно заведила не меньшинстве они все-таки одного потеряли на ротации и вот под это все дело как только начнутся какие-то ноги могут юники подтянуться потому что они вот вроде как сидят они понимают то что идут какие-то файты они сейчас дождутся пока зона закроется то есть они поймут что спине у них никого не будет и спокойно могут позволить себе чуть фривольности подняться наверх может быть подъездом одного другого вот жан получил сейчас а нет не получилось скорее всего он обратил внимание сейчас будет файт на севере между 19 торнадо energy то вижу посмотреть с запозданием на ты доходит в эту зону на край и серийную команду есть уже тиммейты его подтянулись и не решается то надо энерги продолжать ушли по всему виду лограунда не самая лучшая позиция m15 думаю что чувствую себя вполне ну вообще как бы до штормы и сразу так получили какой-то первый дэмэш там то ли было стон то ли оранж получили по голове и все и моментально просто на иксе команда убежала файтится они здесь не хотят да и по факту тут fight ни за что давым 19 они в них позиция тут поприятнее хоть на витам неплохо напрягали вандера могли кстати его забрать там критический дэмэш ему залетал но штормы самое главное то что сохранили свой полный состав чего не скажешь про бегу которая у нас уже погибла ну и потихоньку зона закрывается вроде как все в эту зону зашли правда я еще успел углядеть то что сэваны потеряли грега на самом деле здесь такой любовный треугольник организуется между штормами navi и м19 потому что м19 чтобы комфортно пройти дальнейшую зону нужно убивать штормов по факту да потому что наверняка будут контролировать проходы к своему кэмпу то время как единственным путем отхода является вот как раз таки путь через торнады надо будет интересно поглядеть все таки ступит м19 fight или нет вот посмотрим там уже началась какая-то ой вандерер неплохо там зарядил по рекренту ну и вот штормы я так понимаю тизерины убийца чуть задержались они прикрывают перетяжку от бластона и оранжа вот мне даже сейчас свет интересно куда зона прыгнет потому что вот сейчас зона может нам не показать прям победителя но показать там четверку команд перед нами остальные все не особо зоне будут лежать фразы и кстати достаточно интересная ситуация потому что на и буду закрывать альпач иногда здесь на юге у нас остатки сэвен команды сэвен вместе с юниками и также также авангар который должен закрывать им посидом как понимаю посмотри какое решение сэвены предприняли крабик остался где-то вот между юниками и посиду и команды kitkat ажан под это сидела ты посмотри как он далеко уже убежал жан уже просто в и еще вынуждена мера до меру сам потому что он остался остались вдвоем да и нужно уже принимать такие рисковые муж называется играть на placement потому что на краю такой ситуации не выжить просто их жаль не пускает жанна вот дали бы ему вот этих лишних 100 метров до контейнеров пробежать и жан бы на самом деле мог в нормальную такое скажем так нормальный placement залезть но жанна там не пускают интересно интересно почему он раскинул смоки руслан потому что смоки здесь больше не не как укрытие работают а как некая наоборот привлечение внимания быть может просто глупо настрел по нему пиксели попустил этот момент я решать между стороны даже и м19 у нас здесь происходит отличается кисик еще к всему этому делу м19 здесь очень-очень неприятно может быть но смотри работают вот интересно то что и или плеер как бы он перебежал через хребет по нему сразу начали настреливать и navi и штормы а его тиммейты просто лежали ну скажу так за обратной стороной от этого небольшого хребта и просто отдыхали но просто наживать этом хилились бустовали зонта нужно заходить и штормы по идее их не пустят эти говоря на юге у нас юники да не очень успешно дали закрыть край круга за этим зону но здесь сразу два пункт склада у них на пути дело непростое там очень по таймингу выявить и зашли забрали а доуза и уже все бтр будет сейчас соло как-то отыгрывать вообще тут непонятно кто выйдет победителя но хорошая конечно молодого закрывает магистра есть ног по экзамплу также там погибает игроки команды киткат кивы и роботбой неплохо настреливают ну зона зона душит погибает от новей и экзампл и полный состав команды починки так как все это и говорил спокойно нави закрывает свой круг и смотри шторм и хотят вот убийца прям вот в относительной близости к игрокам им 19 но navi не дают они не дают спокойно дышать да на самом деле что здесь можно отметить так и то что у navi абсолютно ультимативная позиция несмотря на то что они находятся на краю круга почему потому что они единственные находятся на на горе да то есть на гранде они получают отличную информацию о том что происходит на краях круга кто есть центре куда можно бежать куда куда нельзя бежать у них есть машины чтобы проехать если что и закрыться то есть полная информация о navi и судя по следующему кругу они просто доминантной позиции здесь находиться будут и дальнейшем смотрю я за бабушки последним игроком команды киткат в южной части круга вы и виктис закрыли unique данные принципе закрывает еще и команду киткат новая зона жан пока что лежит я думаю что сейчас вот если у каких-то команд еще остались транспортные средства вот влететь в самый центр под контейнеры которые тут стоят как-то попытаться закрыться тут более-менее адекватно и это самый центр зоны можно как-то пожить потерпеть но тут вообще непонятно а вг стреляются с батлами там штормы стреляется сам 19 спирит стреляет по батлам на вид душа там 19 оранж хорошую хэшку закинул 19 на самом деле по все на карте душат потому что они сейчас стреляли 9 4 и фото скисик тим спирит как я понял и navi это надо энерджи действительно что с неба им еще не прилетает ну в итоге да и закрывают очень тяжело тяжело ситуация но свет скажу так тяжело не только им потому что вот если посмотреть на правую часть круга там фолт кисик там а в г там два игрока команды тим посейдон и вот оранж ну их я уже поверил то что они поедут куда-то в центр круга но мне вот интересно как его есть сейчас будут заходить я вижу что он ник у нас выцеливает позицию фолты и кисика обратил внимание на если не подбина на западную часть круга сейчас navi все внимание их сфокусировано на дн же молодой дистык закрывает зоны и по нему сейчас будет просто четыре человека заходить пропускает navi это на самом деле так очень открытыми заставили ангара молодой единственный кто здесь остался и сам судя по всему не до конца он верит что кто-то может быть рядом хотя сейчас должен слышать выстрелы этим это должны вернуться в эту зону помочь ему закрыть гунотика и компания потому что продвигается недостаточно грубой обессивно да они как раз таки настреливают спорят но тут у нас замес между а в г и остатками команды форзе спирит этим временем пытается закрыть торнадо energy battle самса последней зона вот-вот укусит посейдоны погибли оник там нормально поработал в итоге а в г выжили не потеряли никого фолк ласли убежал от кисика и будет валяться где-то под стогом сена самса ну что сказать три аптечки спирита наверное не пустят зона кусает ай-яй-яй но в принципе позволяет еще зона немножко как ты знаешь с ней поиграться до похилиться радуга предусмотрительно чекал спину хотя правда самса сейчас как будто отпускают вот этот синий круг русла на самом деле после изменения его всяческих всевозможных не так-то хорошо видно людей которые будут за зону и это дает дает шанс вот именно таким как самсад пробраться зона как выбивать себе место и одно место как минимум себе уже выбил потому что видим что последний игрок форзе фолзусы то этот с кс от хэдшота в голову личный выстрел от маза самса немножко не рассчитал укуса зоны мог принципе забежать сразу направо выйти и потом уже вдоль зоны побежать но окей любом случае плюс один placement да это действительно так ну а теперь что жан сейчас пропускает команду spirit spirit и hello здравствуйте окей жан тот очень плохо видно же на смотри жан забавно сделал он выкинулся так понимаешь что третий рюкзак его что называется сильно палит и просто сам ложится на этот рюкзак но радуга вероятно заметит его хотя не факт на самом деле там навея так что перебил там наве смотри сейчас хотят закрывать ангар уже забрали одного игрока команды выявить из маза там в ноке и вот торнадо нашли там жанна тем временем и вот торнадо энергии шторм вот потихоньку вот тизерин все ближе и ближе подходит компаунду наве если посмотреть на его позицию тизерин просто в опенфилде стоит вот обрати внимание и он так скаутит бегать просто на иксе скачет и по нему вообще никто не стреляет алло ребят тут как бы в центре круга ну да да бегает настраивалась достаточно грубовато он пытается пробежать просто по центру к ним контейнером такой риск не оправдавший себя ну на и страйк играется и здесь будет интерес посмотреть что за что же будет проходить на их игра у нас между navi и тремя их оппонентами но смотри navi в зоне у них позиция такая что если они будут вот им нужно чуть-чуть пройти буквально в зону на проблема в том что и будут душить спириты и их будут напрягать там с поля с нупик коннектив также торнадо энергии шторм но вот тоника за дропом нашли спирит неплохо там обрабатывает вот енотик енотик сейчас либо сделает мув либо облажается вот у него его вообще начал очень легко может делать ну по молодому который не ждет именно такого по ситуации но не сам удачный стрельбательными либо минуты его нокает еще и молодого из неплохой заход слоу граунда и остается у нас садовник очень все непросто для navi складывается на самом деле вот вот от садовник поднимать неплохой лоу граунд и вероятно даже двоих поднимет на самом-то деле не решаются здесь допушивать navi и обратите внимание что спирит очень хорошо растянулись о еще своему будет кива и сну пик посмотри единственный оставшийся решается на быстро по батуллину и не зря ли это было потому что остался сну пик один рядом были штормы быть может был какой-то шанс еще выбить placement но все-таки вот эта жажда крови на и сну пика сыграла в нем быть может даже это и правильно вряд ли ему дали бы пойти здесь ну да он валялся в поле там за стогом сена уж подумал что лучше забрать на 18 очков за kill до чем ну просто вот умереть тем более когда прям перед ним там прям перед его глазами там лежал батуллин увидел на его голову navi кстати в этой ситуации потеряли не так много как вы и виктис но кива имел шансы также как и енотик но енотик вообще но провалился по стрельбе когда спину зашел на очень сильно провалился скажем откровенно ну что здесь можно сказать здесь можно сказать что team spirit очень качественно заняли центр карты на самом деле радуга у них такой позиции не стал туда даже неожиданно трактором и скорее всего именно вся угроза будет ходить от них торнаден идет работа по нави пытается не спуститься с этого самого ультимативного хай граунда что не удается без вариантов navi слишком много зон просидели скажем так в зоне ведь может не стоило давать вот этот ангар хотя это тоже наверно сложно все таки не очень большой пропустили они близко врагов но другой стороны наверное не просто было сразу держать два здания ну так или иначе не очень хорошо здесь их получилось но тем не менее если по 4 место вполне достойный результат до кива кстати говоря тоже красавчик он на вид пережил которые забрали почти всю его команду но и вот ну нельзя не отметить торнадо energy шторм которые уже которую карту просто с боем там через вот у них наверно из всех вот трех команд которые остались у нас в топ-3 у них наверно самый тяжелый был путь они столько натерпелись и от navi от тех же также там еще и в г там и форзы были то есть тяжелая была ситуация на самом деле вот кто сейчас даст 1 но кто-то имеет шансы на победу на самом деле мы видим что убийцы но кубисту это сразу минус 2 игрока от team spirit потому что вероятно смотреть будет поднимать свой тиммейта и то время в это время оранж ползет по флангу пытается он обойти этим спирит и еще одинок дает сидит у нас перестрелка бластон отезжает от радуги идет размен подняли беста и сейчас основным игроком надо в однице для является оранж ползает невероятно близко но остается двое у нас уже вот она да и ножи будет им очень непросто если город нас мог то понише оставайтесь упадете мне не убирает места и ситуация 2 в 2 и 1 2 1 хп осмодейка пытается заспать но торнадо ладжи убийцы на одном хп забирает осмодейку вывозят они три в четыре из очень сложной ситуации и стоит отметить что действительно очень очень хороший файты в целом передвижение по карте были от торнадо energy storm что выливается в достаточно серьезное количество убийств на этой карте до великолепно игра 11 киллов у нас шторма и на стреляли браво вообще красавчики вот респектом за такую игру показали все ну и конечно же не или ну повезло где-то да в конце конечно же убийца у осмодейки еще предательски там по моему патроны закончились и спрей в принципе не пошел но любом случае спириты тоже неплохо проводит принципе второй игровой день на нашей лиге то есть если предыдущую карту они выиграли сейчас они заняли второе место киллов мы видим у них тоже достаточно 10 это принципе круто navi вот как-то вот стабильно в пятерочке четвертое пятое место очень достойная игра от navi они достаточно ультимативную позицию заняли на самом деле начале вообще игры очень комфортно от нее отыграли используя все преимущества круга закрыли аль починки в принципе не удалось им спуститься с этого самого хайграунда под конец подпустили близко все команду но так или иначе если не ошибаюсь них 13 киллов что в принципе более чем достойный результат учитывая четвертое место я думаю не мог быть собой довольны да они наконец-то нормально постреляли вот на первых двух эрангелях но там один килл там ноль киллов ну то есть по киллам не все было так круто но нами молодцы как бы стабильность в топ-5 они держат что стоит отметить тоже avg молодцы потеря максизора это руколицо конечно же на на самом старте да который просто дважды нокнулся от мотоцикла ну как бы мотоцикл сильнее максизора ну бывает такое юники тоже у нас на двенадцатом месте отъехали 19 на десятом но это опять же это скажем так такие вот суровые реалии миромара да вот именно то что вот именно вот зона прыгнула туда и вот ты занял такую позицию что тебе из этой позиции как бы на 19 сразу пять складов настреливал они пытались сделать все что могли но праведливости радика не было у них шансов но бывает такое бывает не только на миромарий на эрангеле это сама суть пабджи сожалению счастью часто команду попадает такие передряги но имеем что имеем как говорится ну что ребят это было первый миромар из двух на сегодня нам нужно еще буквально 57 минут подождать и мы посмотрим последнюю игру до которая завершить второй игровой день на турнире unique professional league у микрофона как всегда руслан ватшоу и святослав дрениц чуть не сказал евгений айлейм жени мы на самом деле много комментируем но вот со святиком этом по моему по моему первый раз да свят мы с тобой вместе да вроде да руслан но могу сказать что весьма комфортно весьма комфортный руслан это хорошо это хорошо ну что чатик вам в уши включая музончик буквально 57 минут мы вернемся последний миромар рамках второго игрового дня ну и там конечно же потихоньку обновляются результаты по первым играм восклицательный знак сетка в чатик и там в принципе всю информацию вы получите но мы уходим на паузу вернемся буквально через как я уже сказал 57 минут уже на раза три сказал сейчас музыка и впереди последний